Издательство Эксмо. Татьяна Викторовна Полякова. Дневник чужих грехов. Эпиграф. Помнишь, мы же договорились, когда еще не родились, что встретимся так. Ты в железной машине поперек сплошных линий разобьешь мое сердце, оперила моста. Знаки, стрелки. До отправления электрички оставалось еще полчаса, и я зашла в книжный магазин на первом этаже вокзала. Магазин довольно большой, прямо напротив входа, на специальном столе с табличкой новинки, выложены книги, вышедшие на днях. Та, что нужна была мне, стояла на солидной стопке таких же книг. Скромная темно-синяя обложка, крупными буквами название «Жизнь» и ниже, чуть мельче, «Дневник женщины». Я подошла, взяла в руки увесистый том. Только начала листать, как рядом оказалась продавец, женщина лет пятидесяти. Короткая стрижка, внимательный взгляд. — Это второй том, — кивнула она на книгу в моих руках. Первый вышел почти год назад. — Да, я знаю, — ответила я. — Невероятно, правда? — приглядываясь ко мне, продолжила женщина. — Что? — увлекшись своими мыслями, спросила я с некоторой заминкой. — Вы имеете в виду ее популярность? — И это тоже. Человек день за днем рассказывает о своей жизни, о каких-то на первый взгляд незначительных событиях, а в результате перед нами целая эпоха. Удивительно, как ей это удалось. Обычной женщине с заурядной жизнью. — Ну, жизнь в прошлом веке была чрезвычайно насыщена событиями, — усмехнулась я. — Да, но ведь она пишет о себе, о соседях, о жизни в небольшом селе. Казалось бы, кому это может быть интересно? — Люди любят подглядывать в замочную скважину, — вновь усмехнулась я. — Думаете поэтому? Обычное любопытство, что там у соседей? А по мне эта книга просто завораживает. — Меня-то уж точно, — ответила я и, кивнув, женщине направилась к кассе. — Как расходится второй том? — спросила я девушку-кассира. — Отлично, — сказала она. — Вы знаете, что весной выйдет третья книга? — Да, читала в интернете. Расплатившись, я сунула книгу под мышку, отказавшись от предложенного пакета, и пошла к перрону. Электричка уже стояла на седьмом пути. Дорога до нужной мне станции займет полчаса. Первая остановка на маршруте. У нее даже названия не было. Станция 1. Именно так обозначали ее на карте. То же самое было написано на будке стрелочника, рядом с платформой. За последние 30 лет в этом смысле ничего не изменилось. Мое место было возле окна. Вагон быстро заполняли пассажиры. Вечер пятницы. После трудовой недели народ возвращается из города домой, в районные города и поселки. Их на маршруте два десятка. Я привычно окинула взглядом пассажиров в поисках знакомых. Никого. Значит, кое-какие изменения все же произошли. Раньше на нашей станции выходило немало народу, особенно вечером в пятницу. В те уже далекие времена до села проще всего было добраться электричкой. Автомобильная дорога была, но такая скверная, что ею без особой нужды предпочитали не пользоваться. От станции один еще два километра мне предстояло идти пешком. Два километра по здешним меркам пустяк, но теперь должно быть иначе. Может, дорогу привели в порядок. Еще раз окинув взглядом попутчиков и не обнаружив знакомых лиц, я принялась листать только что купленную книгу. Девушка, сидящая рядом, снисходительно улыбаясь, заметила. От этой книги все с ума посходили. У меня личный интерес, ответила я. В каком смысле? Марта, что писала эти дневники, близкая подруга моей бабки. Да вы что? Помолчав немного, сказала девушка. Серьезно? Еще как. И здесь рассказывается о вашей бабушке? Не только. Здесь, по сути, вся история нашего семейства. Здорово. Наверное, очень интересно читать об этом. Я пожала плечами, подумав с усмешкой. Интересно, не совсем подходящее слово. Девушка продолжила говорить, а я время от времени кивала, держа на коленях книгу, открытую на пятой странице. Первая запись в дневнике начиналась так. Сегодня рано утром пришла Агнес. Агнес — имя моей бабки. Прочитав предыдущую книгу дневников Марты, помнится, я задалась вопросом, о ком она? О жизни Марты или все-таки о моей бабке? В самом деле, ответить на этот вопрос совсем непросто. Уж очень крепко переплелись их судьбы. Одна немыслима без другой. Женская дружба длиной в шестьдесят лет. Извините, мне выходить. Прервала я монолог соседки, услышав объявление по громкой связи. Убрала книгу в сумку и направилась к выходу. Вслед за мной шла девушка лет двадцати с небольшим. Пока электричка тормозила, мы стояли в тамбуре напротив друг друга. Девушка не обращала на меня внимания, а я пыталась обнаружить в ее лице знакомые черты. Чья-то родственница, которую я видела еще ребенком. Чужие дети растут быстро. Проще было спросить, к кому она едет, но делать этого я не стала. Девушка хмурилась, нервно поглядывая в окно. Вряд ли ее порадует мое любопытство. К тому же далеко не всех жителей села я знаю. Времена все-таки изменились. На перрон мы вышли вдвоем. Девушка достала мобильный, шагая чуть впереди меня. Свет из будки стрелочника навевал мысли о долгих странствиях и домашнем уюте. На руке девушки поблескивали золотые часы, на которые я невольно обратила внимание. Браслет на пружинах. Такие были в моде лет пятьдесят назад. Странно вдруг их увидеть. У моей бабки были такие же, лежали в шкатулке в секретаре, что стоял в спальне. Интересно, они все еще там? — Мама, я на станции, — заговорила девушка, споткнулась и сердито выругалась. — Конечно, пойду, — продолжала она разговор с матерью. — А как еще отсюда добраться? Даже такси нет. — Конечно, надо было, но я опоздала. Всего на десять минут. Ладно, пока, доберусь как-нибудь. Она спустилась с перрона. В этом месте начиналась тропинка, а я свернула к будке стрелочника. Сейчас здесь было что-то вроде мини-вокзала, где имелся даже буфет и, конечно, касса, за которой сидел Константин Егорыч. Совершенно седой, в очках с такими линзами, что они больше напоминали лупу. На стойке буфета напротив табличка с надписью закрыта. Помнится, жил Константин Егорыч на соседней станции, куда добирался с дорожными рабочими. Он поднял голову от газеты, услышав, как скрипнула дверь. Я подошла ближе и увидела название газеты. Гудок. За последние тридцать лет его пристрастия не изменились. — Здравствуйте, — сказала я. — Анна, — улыбнулся он. — Вот так сюрприз. Значит, снова в наших краях. Надолго? — Думаю, что насовсем. — Да ты что! А как же Америка? — В Америке я, к слову сказать, никогда не жила. — В Америке без меня обойдутся. — Ага. А здесь, значит, нет, — засмеялся он. — Похоже, что я не обойдусь. — Выходит, сюда потянуло, — кивнул он. — К корням. — Наверное. А может, просто тишины захотелось? — Этого здесь сколько угодно. Чаю хочешь? — Я Любу отпустил пораньше, но тебя чаем с удовольствием напою. Или кофе по-городскому. — Спасибо, беспокоиться не стоит. Домой тороплюсь, пока совсем не стемнело.